привет всем аллилуйя время просто прекрасно и ты должен знать что бог делает все новое в твоей жизни в твоей жизни все меняется потому что когда приходит бог меняется все вы должны знать когда приходит бог меняется атмосфера ты знаешь даже в комнате в которой ты находишься когда приходит помазание меняется атмосфера и вдруг ты чувствуешь мир радость ты чувствуешь победу, и сегодня здесь я просто скажу вам, жара такая, солнце печет полдень, и мы говорим сейчас о нашем Боге, мы говорим о Нем, что Он делает, что Он творит в нашей жизни, когда Он приходит, вы должны знать, что ответы наши на наши нужды, на наши какие-то проблемы, они скрыты в Иисусе, потому что когда приходит Иисус, умирает всякая болезнь, когда приходит Иисус, умирает всякая проблема, когда приходит Иисус, вы знаете, все, что было против тебя, останется за тебя, когда приходит Иисус, ты должен знать, что все вокруг меняется абсолютно, мы должны ожидать Иисуса, словно, знаешь, люди, которые стоят на краю, на берегу какого-то утеса и ждут, ждут появления, появления того, который придет и изменится вся жизнь, вы должны знать, 45-е Исаии говорит, так говорит Господь по мазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорять, покорить тебе народы, и сниму поясы с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Боже мой, когда ты читаешь эти слова, ты понимаешь, когда приходит Бог, Он берет тебя за правую руку, и моментально ситуация меняется. Те люди, которые, возможно, кидали в тебя камни, они уже становятся теми, которые снимают свои пояса. Бог говорит, сниму поясы с чресла царей, то есть у них не будет силы, вот как это переводится, против тебя, у них не будет силы против тебя, и чтобы двери для тебя отворялись и ворота не затворялись. Вот там, где ты вшел, и дверь была закрыта, ты стучал в другую дверь, она была закрыта, ты шел и стучал в какие-то ворота, но они были заперты. Бог говорит, когда я приду, все изменится, изменится вся твоя жизнь, изменится все абсолютно, вся твоя жизнь станет другой. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, вы должны знать, помазание Святого Духа, оно реально, оно реально, оно действует. Сегодня тебе нужен Бог, тебе нужны отношения с Ним, ты должен знать, что нужно сделать все самое необходимое для того, чтобы Он явился к тебе, для того, чтобы Он явился ко мне. Я помню, как в 2004 году я просто сказал, я иду в молитву, я не вернусь в этой молитве, пока Бог не придет, потому что я хотел видеть спасение людей, я хотел видеть, как они спасаются, я хотел видеть, как происходят чудеса. Но я знал, это может сделать только Бог, я знал, это может сделать только Он, только Он. И я ждал Его, и я начал делать все, что Он говорил мне. Дорогие друзья, я смирился, я принес жертву, и следующее, Бог сказал мне, мир лежит возле. Сегодня, возможно, ты думаешь, что мне делать? Ищите Господь, описание говорит, когда можно найти Его. Сегодня время, когда мы жертвуем, сегодня время, когда мы как будто бы, знаете, ставим фундамент, мы заливаем фундамент, фундамент своей жизни. Сегодня ты не просто один, ты в теле, и ты должен понять, что в теле есть своя жизнь, есть клетки, которые просто действуют по закону, закону, который идет от главы. И мы должны подчинить себя закону главы, мы должны сделать все, что нужно. Первое, молитва, каждый день молитва. Второе, каждый день чтение описания, каждый день. Третье, ваши жертвы, это то, что сегодня очень важно. Мы говорим о десятине, мы говорим о 10% партнерских, окей, но целевые жертвы, это сегодня время, это сегодня время, когда мы готовимся к этому дню, к этой годовщине нашей миссии, к тому 31 числу, когда явилась слава Божья, когда Бог пришел, и Он сам выбрал этот день. Он сам выбрал, потому что мы принесли жертву этот день. Вы знаете, я после того случая, я задавался вопросом, думаю, Боже, почему ты пришел на мой день рождения? И Господь мне коснулся и сказал, я пришел не на твой день рождения, я пришел на жертву, потому что в этот день сыгралась жертва. И я с того момента знаю, что мы ждем этого дня. И я хочу вам сказать, сейте семя, делайте невозможное для Бога. Действуйте так, чтобы потом, когда это время пройдет, вы не обернулись назад, и вам просто не было больно, вам просто не было ужасно внутри, больно, за то, что вы упустили возможность принести ту жертву, которая бы приобрела вам благоволение. Но все есть свое время. И я верю, что это время, вот сейчас время жертв. Ты скажешь, а что, потом нельзя жертвовать? Можно. Но какое-то особенное время сейчас, время благодати. И ты должен знать. Знаете, часто я вижу в жизни такую вещь. Я задумываюсь над этим, что вот на все есть свое время. Вот бывает время, и ты видишь, что именно сейчас Бог хочет, чтобы ты что-то делал. И именно сейчас Бог хочет, чтобы ты вот пошел и говорил с этим человеком. Пошел и позвонил этому человеку. Достучался до него. Именно сейчас, чтобы ты принес какую-то жертву. Именно сейчас, чтобы ты вошел в какую-то молитву. На все свое время. Бывает, ты чувствуешь, что надо молиться, но внутри чувство, что нет, этой молитвой не надо сейчас молиться. Бог тебя ведет другой дорогой. Молись об этом. И я задавал Богу вопрос, ну как я могу молиться о другом, если сейчас болит это? Если сейчас нужда в этом? И я не понимаю Божьих путей. Но Бог, когда Он говорит, в конце я всегда вижу, почему Он так говорил. Потому что Он уже что-то сделал. Потому что Он планировал сделать все по-другому, иначе. Лучше намного. Запомните одну вещь. Писание нам говорит, что Божьи мысли выше наших мыслей, как небеса выше земли. Божьи пути выше путей наших, как небеса выше земли. И вот я хочу вам сказать, доверяйте Богу. Ваше побуждение внутреннее. Ваше слово, которое вы получаете от Бога. Внутри бывает маленькая мысль проскочила, и Бог указал тебе на что-то, что тебе нужно принести в жертву. И ты можешь угасить Духа Святого, а можешь дать этому семени жизнь и увидеть потом славу Божью. Бывает, пришла мысль, тебе нужно попросить прощения у этого человека. И ты приходишь и просишь прощения. И ты смотришь, через это Бог пришел в твою жизнь. Есть моменты, когда Бог, Он говорит тебе, ты должен этот грех вынести во свет. Ты должен сказать это. И ты берешь и делаешь это. И потом ты видишь, что ты через это не потерял уважение, не потерял... Нет! Наоборот, Бог всегда подсказывает нам. Он всегда говорит, Он никогда не молчит. Он и сейчас говорит к тебе. Вы знаете, у Бога нет такого времени, чтобы Он молчал. Когда Он молчит, это, знаете, это время, когда человек уже очень далеко, он уже не способен слышать Бога. Но Бог всегда говорит нам. Итак, дорогие, сегодня я хочу вам сказать такую вещь. Бог приходит, жизнь меняется. Все меняется. И я говорю вам прямо сейчас, пусть Бог придет в вашу жизнь. Вы смотрите сейчас эту передачу. Пусть Господь коснется вас, исцелит вас от вашей болезни. Положите руку на больное место. Тепло пройдет по вашему телу. И вы ощутите это тепло физически. И вы будете исцелены. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, приди, коснись. От помазания. Пусть распадется всякое ярмо. Силы Святого Духа. Прямо сейчас, Боже, пусть будут разрушены проклятия действия дьявола. Я лишаю дьявола всякой власти. Прямо в этот момент я лишаю тебя, дьявол, всякой власти в жизни этих людей. И я повелеваю тебе, убирайся вон, сатана. Тебе больше нет места. Прямо сейчас будьте освобождены от рака. Будьте освобождены прямо сейчас от цариаза. Во имя Иисуса Христа все язвы на руках, на ногах, на теле, на спине, на животе, на ногах, на бедрах. Прямо сейчас исчезните во имя Иисуса. Прямо сейчас все экземы, исчезните во имя Иисуса. Бородавки, исчезните во имя Иисуса. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я вижу, зуб сейчас увидел. И зуб, и как будто корни, и что-то происходит в каналах, прямо сейчас полное исцеление приходит. Полное исцеление. И это конкретно проклятие гниения зубов прямо сейчас. Я разрушаю во имя Иисуса прямо сейчас. О мой Бог, прикоснись с твоей силой. Прямо в этот момент, в этот момент, в этот момент. И в этот момент пусть будет разрушено всякое проклятие на пищеводе. И силой Святого Духа, силой Святого Духа на желудке. Я вижу сейчас чудотворение именно в желудке. Чудотворение в желудке. Чудотворение. Как будто вы не могли даже есть самостоятельно. Но в этот момент что-то происходит в вашем желудке. Появляются те части желудка, которых не было прямо сейчас, в этот момент. Полное исцеление. Чудотворение во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я увидел кишечник сейчас. И исцеляющая сила проходит по вашему кишечнику. И исцеляющая сила проходит. И убирает эту боль. Убирает это обострение. Убирает это воспаление. Прямо сейчас происходит чудо. В кишечнике. И геморрой также исчезает. И вся боль в кишечнике исчезает. Прямо сейчас полное исцеление произошло. В кишечнике. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Дух Святой. Коснись. Коснись. Спасибо тебе, Господи, за ту власть, которую ты дал. Спасибо тебе, Боже. Аллилуйя. Обязательно свидетельствуйте. Обязательно напишите мне сразу же. Обязательно. Потому что это так важно прославить Бога. И знайте, Он творит чудеса. И дальше Он продолжает творить чудеса. И сейчас в районе висков. Прямо в районе висков. Я не знаю, что это. У девушки прямо сейчас исцеление. Во имя Иисуса будьте исцелены. Аллилуйя. 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 И также лимфоузлы. Пошло движение Духа Святого. Прямо сейчас лимфоузлы. Тепло прошло по лимфоузлам. Под мышками. Прямо сейчас исцеление. 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 Исцеление во имя Иисуса. В лимфатической системе. исцеления 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 отдых святой аллилуйя аллилуйя я увидел только что как рак пал прямо рак пал рак пал это женщина рак пал прямо сейчас мужчину вижу также рак половых органов прямо сейчас этот рак пал все его больше нет полное исцеление во имя иисуса обещайте освидетельствовать обещайте превозносить бога обещайте расслаблять бога собрание великом обещайте написать мне об этом о том что xd прямо сейчас о дух святой твою помазание успел мы сейчас движется твое помазание пусть прямо сейчас движется твои и па��라고 с зади поиск прямо сейчас движется и сейчас исцеления суставов и там где были были травмы я чувствую что исцеление пошло в дверь и духа святого в исцелении суставов прямо сейчас это плечевой сустав это конкретно в колене исцеления прямо сейчас бедре если исцеляющая сила исцеляющая сила шейные позвонки прямо сейчас все в порядке шейными позвонками полное исцеление пришло я благословляю вас аллилуйя спасибо богу я благословляю вас дорогие не хочется вам всем сказать бог когда приходит жизнь меняется запомните это раз навсегда он меняет все и он сегодня меняет твоей жизни все он меняет в доме все он меняет сегодня в твоем теле все он меняет твоих финансов всех аллилуйя и мы спасем этих трех людей знаешь сделай это для бога как букет цветов как три розы преподнеси это богу как эти три розы три спасенные души каждый партнер сделка это партнером сделай это как знаешь как что-то особенное для господа как бриллиантовое кольцо знаешь которое ты приносишь богу это знаешь как что-то это что-то что бог ценит больше всего на свете сделайте это спасите кого-то и сделайте его партнером я благословляю вас мир божий добры будет с вами знаете все у вас будет хорошо м.н. аллилуйя а я пошел постою возле моря потому что здесь очень красиво здесь невероятно большие волны и они поднимаются и мы можем видеть как ниоткуда вдруг поднимается большая волна посмотрите на эту картину гляньте ну это еще небольшая вон посмотрите идет раз откуда она взялась кажется да когда купаешься там и такая волна идет поверьте мне она сносит тебя просто здесь очень красиво и здесь очень классно говорить и общаться с вами я вас благословляю вы молодцы все будет хорошо она